Приветствую вас, Инна. Я думаю, что ключевой момент вашей проблемы заключается в том, что вы склонны испытывать стыд в целом. То есть вы склонны стыдиться, то есть не принимать, то есть как-то вот обесценивать, условно говоря, вот то, что вам, допустим, важно. Я думаю, что вы не уверены в себе, я думаю, что вы склонны подавлять в себе то, что вам хочется. Вот вы беспокоитесь о том, как вас воспримут другие люди, как они к вам отнесутся. Вот это вот такая классическая история про неуверенность в себе, в своих силах, в своих возможностях и так далее. Что-то про данный аспект. На мой взгляд, основная проблема заключается в этом. И на мой взгляд, это можно скорректировать. Можно скорректировать при вашем желании, при вашем усердии, да, это можно скорректировать. Это не представляется мне чем-то сложным, очень сложным. Но, конечно же, нужны ваши желания. Ваше желание для этого нужно, безусловно. Без желания, ну, скорее всего, ничего не получится. Вот. И чтобы вам помочь, например, давайте попробуем спросить себя. Как, например, меня задело то, что надо мной бы смеять? Вот. Стижусь ли я, допустим, того же, того же, ну, того же секса, например. Да, стыжусь ли я того, что у меня вот с, ну, с мужчиной, допустим, да, с моей, есть секс. Стижусь ли я этого? Если я этого стыжусь, то почему я этого стыжусь? Я считаю, что этого не должно быть? Я считаю, что это неправильно? Я считаю, что это плохо? Или что? Ну, вот, по факту, да? По факту. Мне кажется, что как-то вот в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. Мне кажется, что в этом направлении вам нужно смотреть. И чего-то, 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 чего-то вы в себе, да, не принимаете. Чего-то. Ну, что-то вы в себе не принимаете. Что-то вы не можете в себе принять. Вот. Что, что это сказать? Однозначно. Не знаю, да, может быть, может быть, может быть, вы считаете, что, ну, что эффектно, что-то плохое. Может быть, вы считаете, там, что-то еще. Не знаю. Вот. Но, совершенно очевидно, что вот как-то вот в этом направлении, да, вам нужно двигаться. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. И, соответственно, ссора, ну, вообще ссора, любая ссора, это про страх, это про страх сближения, про страх близости, это про страх психологической и физической близости. Вот. То есть, может быть, может быть, вы боитесь, там, секса мужчины. То есть, вы боитесь именно вот близости такой, ну, интимной близости, может быть, вы боитесь, да? Может быть, вы боитесь чего-то, чего-то еще. Вот. То есть, конфликт это вот про, про, про это конфликт. Такая вот история. Ну, молодой человек, он вас не понимает, опять же, почему, почему он вас не понимает. Потому что вы, вероятно, вы, вероятно, не смогли до него донести на понятном ему языке, вот, чтобы ему было понятно. Вы не смогли до него донести, вот, то, что вас волнует. Вот. Ну, это не ваша вина, как, ну, как такова, конечно, это не ваша вина, безусловно. Но, тем не менее, здесь нужно учиться выражать свои чувства вот таким образом, чтобы это было адекватно, чтобы человек вас понимал, чтобы вы человека тоже понимали, да? Вот. И, соответственно, чтобы не было равногласия. Вот. Опять же, ну, за это, вот, за это в том числе отвечают то, насколько вы друг, друг друга, воспринимаете полно. И полно ли вы вообще друг друга воспринимаете? Вот. Вот. Потому что, мне показалось, что не совсем. Мне показалось, что достаточно такой, ну, большой риск, достаточно большой процент того, что вы воспринимаете друг друга исключительно как вот, ну, как, как партнер сексуальный, в том числе, в том числе, вот, что, конечно же, далеко не хорошо. Для вас. Вот. Вот. Ну, это, опять же, всё можно скорректировать. Вот. 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 Если у вас есть такое желание, то можно скорректировать, а отношения с парнем можно гармонизировать. Вот. Вот. Главное, что бы вам этого хотелось. Если вы этого хотите, то совершенно. Вот. Ну, вот. В принципе, наверное, так можно ответить вам на вопрос. На ваш. Вот. Мне правда, мне правда кажется, знаете, что у вас есть проблемы. Вот. А, ну, я имею ввиду проблемы. Другие, ну, другие. Мне кажется, у вас есть другие проблемы. Не связанные с сексом. Вот. Вот. Ну, вы это как-то вот, может быть, не хотите замечать. Вот. Может быть, что-то ещё. Но выглядит это так. И выглядит это так. Потому что... Ну, просто извините, да, но из-за секса люди не... ну, из-за секса люди не ссорятся. Вот. Понимаете? Это вот я вам совершенно точно могу сказать. Так, видите, получается, что в истории, значит, возможно, есть какие-то вот проблемы у вас другие, на которые вы не почитаете открывать глаза. Но они есть. Вот так это выглядит. По крайней мере, со стороны. Вот. Я ни на что не тетендую, да, ни на что не считаю истинной партнеризацией. Свои слова. Ну, надеюсь, что вы к этому прислушаетесь. Как минимум. Вот. А вот, в принципе, такой ответ, я думаю, можно вам дать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...